Как так получилось, что подземный участок метротрама в центре Кёльна не могут достроить вот уже больше 20 лет? Давайте разберемся здесь, на канале Постметро. Меня зовут Евгений Матусов. Метротрам в Кёльне существует уже давно, с 60-х годов 20 века, и подробнее о его системе, наземных, эстакадных и подземных станциях я еще расскажу на канале. Сегодня же речь пойдет о самом новом подземном участке, который начали строить в 2003 году. Можно его назвать и глубоким вводом. Он должен дать возможность по прямой проехать в самый центр города, к знаменитому Кёльнскому собору, а также к ратуше и главному вокзалу, как с севера, так и с юга. Возможность быстрее добраться с юга особенно важна, так как здесь ходят маршруты, которые начинаются аж в соседнем городе, в Бонне. Поэтому, хоть и получился бы этот маршрут с юга только на 8 минут быстрее, чем сейчас, по вот этому полукольцу, второму из трех, но важнее не столько эта небольшая экономия времени, сколько новые удобные пересадки, особенно на главном вокзале с севера и на станции Северенштрасса с юга. Пустить еще маршруты по самому малому внутреннему полукольцу не представлялось возможным. Там и так полно маршрутов и очень маленькие интервалы. И вот стройка подземного участка началась. С юга, между Северенштрасса и станцией, простите, Хоймаркт, в переводе это всего лишь рынок сена, проект предполагал строительство камеры съезда. Тоннели сначала все были пройдены щитами, а для этой камеры на поверхности был вырыт котлован глубиной 28 метров и размерами 55 на 33 метра. Вырыт он был рядом с городским архивом, который располагался в довольно необычном здании 1971 года постройки, семиэтажное, почти без окон, с толстыми стенами. В нем без всякого кондиционера был свой микроклимат, необходимый для хранения старинных документов. А их в архиве были сотни тысяч, ведь существовал этот архив аж с 1406 года. Хранились в нем и более полумиллиона фотографий. И все это богатство в один трагический день рухнуло в котлован. Случилось это 3 марта 2009 года. Но еще раньше, летом 2008, работники архива заметили небольшие трещины в здании, о чем сообщили куда следует. Экспертиза, проведенная в декабре, подтвердила наличие трещин, но не признала их опасными. И вообще, здание почему-то не было включено в список особо ценных, за состоянием которых во время строительства нужно было постоянно следить. А вот, например, за церковью на этой же улице следили, и еще в 2004-м заметили, что ее колокольня наклонилась аж на 77 сантиметров. Однако же, никакой реакции ответственных лиц опять-таки не последовало. В сентябре 2008-го в котлован в первый раз проникают большие объемы грунтовых вод. Строители начинают с ними бороться, сразу предупреждая, что это будет городу дорого стоить. Но это не помогает. В феврале 2009-го сквозь щель во внешней стене котлована грунтовые воды все больше и больше стекают в него. Здание архива заметно наклоняется в сторону улицы. И, наконец, 3 марта, 13.58. Здание архива рушится, увлекая за собой два соседних дома. Два человека погибают в этих домах, в том числе мужчина, который спал после ночной смены. 36 человек остаются без крова, теряют почти все свое имущество. Но что еще страшней, в полной воды и обломков котлован проваливаются ценнейшие грамоты, письма, фотографии. Сразу же начинаются работы по спасению того, что еще можно спасти. И работы эти будут идти еще много лет. Даже если удается какие-то обрывки бумаги достать из-под кирпичей, то восстановить из них документ ох как непросто. Ну а чтобы их достать, было потрачено 26 миллионов евро. Реставрация документов продолжается в разных архивах Германии и займет еще десятилетия. Ну а что можно сказать о причинах аварии? Их выясняли много лет. Строительная компания сопротивлялась, не хотела признавать вину. Хотя их вина была уже в том, что они откачивали грунтовые воды с помощью 23 насосов, хотя им было разрешено только 4. Да и простые рабочие свидетельствовали, что их руководство давно знало о проблемах, о жульничестве при строительстве котлована и молчало. И несмотря на все эти улики и показания, адвокаты строительной компании добились того, чтобы по указанию суда была построена шахта глубиной 33 метра, чтобы через нее выяснить истинную причину происшествия. Стоимость строительства этой шахты составила 110 миллионов евро. Ну а длились все эти препирательства и разбирательства почти 10 лет. Только в 2018 году суд постановил, что все же виноваты строители. Они некачественно, неправильно соорудили внешнее ограждение котлована. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда евро. Но в итоге только в 2020 году город договорился со строительной компанией, что они вернут, но не все, а только 600 миллионов. И только тогда строительство камеры съездов возобновилось. И теперь, дай бог, к 2030 году ее должны достроить. Хотя поезда через нее первоначально должны были пойти в 2011 году. Вот такая задержка из-за аварии на 20 лет. Как же выглядит сейчас место строительства камеры съездов? Мы туда попадем, но для этого придется выйти из Убана и пройти перегон пешком по поверхности. Потому что из-за аварии станции Северинштрасса и Хоймаркт стали вынужденными конечными. Каждая всего лишь для одного маршрута. И вот на одном из них, на пятом, я приехал на станцию Хоймаркт, откуда и отправился на поиски места аварии. Станция Хоймаркт. Пока она является конечной. Построена уже в 2010-х годах. Один туннель вообще не работает. И вот за этой стеной там как раз и была та страшная авария, когда здание архива провалилось, можно сказать, в котлован. Камеры съездов, которые там делали. Вижу, там мышка сейчас пробежала. Не знаю, успели ли вы ее посмотреть или нет. Но что касается самой станции Хоймарк, то она сделана из такой вот полупрозрачной подсвеченной плитки. И по временной схеме, вот по одному пути сейчас осуществляется движение. Объемы станции огромные. Вот посмотрите наверх туда. Там еще одна какая-то крытая галерея. Мы сейчас туда поднимемся и посмотрим. Здесь у нас шахта лифта. Я так понимаю, есть еще сзади лестница. И вот там мы видим выход на поверхность наверху. И вроде как только в 30-х годах уже откроется соединение с южным участком вот этого глубокого вода Север-Юг. Ну, насколько он глубокий, это уже быть вопрос спорный. Но все-таки можно его таким назвать. Это новый вот этот участок Север-Юг. Посмотрим, что мы увидим дальше. Как выглядит эта станция. Много колонн, много каких-то бетонных разных элементов. Здесь вот такая еще поперечная какая-то галерейка. Много разного пространства здесь. Ну, давайте обойдем. И выйдем вот к этой конструкции, которая сверху напоминает что-то типа летающей тарелки. Вообще здесь такое пространство, конечно, огромное, рассчитанное на большой пассажиропоток. Но сейчас здесь никого нет. Ну да, сегодня, конечно, воскресенье. Но из-за того, что линия не транзитная, а тупиковая, то есть и в другое время мало кто есть. В общем, здесь вот еще пространство выше, чем обычные станции метро. Но это галерея над станцией, на самом деле. И для чего должна использоваться вот эта конструкция в середине, я не знаю. Может быть, здесь будут когда-то магазины при большем пассажиропотоке. Так вот здесь все такими фонарями освещается. И здесь несколько выходов, тоже массивных таких. Вот это, например, выход на юг. Давайте поднимемся. Там видны какие-то археологические элементы. Посмотрим, что там. Вот кусок римского храма какого-то. Выхода из него. Который, видимо, был обнаружен при строительстве метро. И теперь он интегрирован вот в эту лестницу выхода на поверхность. Вот здесь уже, видите, деревья. То есть здесь выход из метро окончательный. Но мы с вами все-таки пойдем обратно вниз. Где пока, к сожалению, конечная станция. Хоймаркт. Которая, к сожалению, была построена на гораздо больше пассажиропотоки. Вот опять-таки труба. Непонятно, имеет ли она декоративную функцию. Или это расстрел. Или это действительно какие-то коммуникации, которые не стали переносить. Вполне возможно, что это так и есть. Вот такой интересный изогнутый односвод зал. Построенный на совсем небольшой глубине. И вообще архитектура, конечно, здесь. Вот смотрите, всякие загибы, выходы. Видимо, там еще один выход на другую сторону улицы. Все рассчитано на очень большой пассажиропоток. Но здесь никого нет. Вот, к сожалению, авария с архивом отбросила не на годы, а на десятилетия назад, как бы, в будущее развития города. И привела к тому, что за такие огромные деньги все было построено. Но по назначению используется на 10%, наверное, если не меньше. Вот там еще строит наш пятый трамвай или метротрам. Мы здесь на верхней галерее находимся. Все какими-то угловатыми формами. Куча разных выходов. Я уже даже устал их считать. И вот такие огромные пространства здесь. Ну, давайте вот по этому, что ли, главному выходу поднимемся по большому эскалатору. Сверху уже посмотрим на всю эту гагантоманию, которая здесь оказалась построенным. Вот так все это выглядит, если подниматься по эскалатору. И это не станция, а это только верхняя галерея станции. То есть все пространство практически до поверхности заполнено воздухом. И еще один эскалатор на поверхность. Придется нам добираться пешком до следующей станции. Северинштрасс или Зеверинштрасс. Куда бы вообще-то мы должны были поехать на том же метротраме. Но, увы, пока это невозможно. За пять минут я дошел пешком до места обрушения архива. Здесь стояла оглушающая тишина. Воскресенье. Никаких работ не велось. Воскресенье. Никаких работ не велось. Я не знаю, что это время. Я не знаю, что это время. Воскресенье. 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 вот на этом месте находился архив который провалился а также провалилась еще два дома которые находились вот это вот там за краном если смотреть в этой части и там как раз погибли люди основном то что из архива все успели в основном выбежать время до сих пор здесь по трубам подается бетон и вообще десятилетиями уже здесь стройка что неизвестно еще даже до 30 сатого года еще горит на лет 7 будут строить это несчастную камеру съездов под землей планируется дамочка техническое помещение она минус первом этаже то есть на самом верхнем под поверхностью здесь близко будет какая-то выставка в память о том что случилось и все это строится за счет строительной компании которых в итоге напортачила скотлованом из-за чего все это ужас весь этот произошел она еще должна выплатить городу 600 миллионов евро ну и конечно же за свой счет завершить все работы ну а пока эти работы не завершены до следующей станции зеверенш трассы можно пройти пару сотен метров пешком и здесь уже либо поехать по внутреннему полукольцу частично наземному либо спуститься на подземную станцию зеверенш трасса который сейчас является конечный 17 маршрута но это уже другая история про систему кельнского метро трама или убана как я обещал я расскажу как-нибудь отдельно поэтому обязательно ставьте лайки подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить следующие видео на эту тему а также на другие интересные для вас темы пишите в комментариях как вы оцениваете действия немецких строительных компаний и властей в той чрезвычайной ситуации о которой я вам рассказал спасибо и до встречи в эфире